Было очень неприятно на этой неделе, когда вдруг сотни СМИ распространили про меня полную чушь о том, что я призвала нанести ядерный удар над Сибирью. Послушайте, я 20 с лишним лет работаю в эфире, меня никто не мог заподозрить в том, что я сумасшедшая, и для деменции вроде мне как-то рановато, а для дебюта шизофрении вроде как-то поздновато. Я, разумеется, ничего подобного не предлагала, не говорила, не говорить не могла, и теперь мне просто приходится судиться со всеми теми, кто этот фейк распространил, потому что это оскорбительно для меня и для тех людей, кто это услышал. В первую очередь для граждан Сибири, уважаемые граждане Сибири, ничего такого я, естественно, не предлагала и не произносила. И, конечно же, россияне этому поверили, потому что вождь врет 23 года, каждый день врет, и ему верят. Ну, а почему Симониан не поверить? Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, ничего не будет на земле, ничего такого страшного. Но она там еще молола что-то. Ну, неважно. Главное, что термоядерный взрыв над Сибирью произвести и ничего не будет. А теперь она говорит, что она ничего такого не говорила. А вождь? Вождь ведь такой же. И про мобилизацию говорю, что не будет. Никогда не будет. И про пенсионный возраст, и про то, что президентам больше двух сроков с ума сойти можно. И вообще много чего обещал и говорил. Сто с лишним обещаний записали. Записали люди. В эти же дни Украина заявила о своей готовности вступить в НАТО. Скажите, пожалуйста, каким образом переговоры, возможные переговоры о вступлении Украины в НАТО могут повлиять на развитие отношений России и НАТО? Спасибо. Продолжение следует. Что касается расширения НАТО в целом, вы наше отношение к этому вопросу знаете. Оно не меняется. Но это совсем не значит, что Украина должна остаться в стороне от процессов, которые идут на пользу укрепления мира и безопасности в Европе и на Земле в целом. Мы подробно не обсуждали с коллегами эту тему. Украина – суверенное государство и сама вправе выбирать путь обеспечения своей собственной безопасности. Но, скажем, участие в том совете, который мы создали сегодня, это нужно обсуждать с членами совета, с членами Североатлантического блока, с генеральным секретарем. Я считаю вполне возможным и, в принципе, не вижу здесь ничего особенного или нечто такого, что могло бы омрачать отношения между Россией и Украиной. А вот это, это, наверное, не вождь говорил, это его двойник, правда? И про Украину, и про Крым, и про Грузию, про все, про все врал. Но населению это нравится, потому что население точно такое же лживое. Или нет, или только правду матку. С тех пор, как Россию назвал царь Петр Россией, с тех пор никогда, вообще никогда, человек не был в России на первом месте. Ну, а до того, как Петр назвал Россию Россией, думаете, человек был на первом месте? Нет, тоже никогда. Когда царь, бояре были на первом месте, а остальные, остальные так. Так, может, нужно уже покончить с этой территорией лжи, обмана, подлости. И на территории, захваченной Московией, построить несколько нормальных правовых государств. Ну, а если население не возьмется за голову, и не начнет строить новые государства, то, я думаю, что будет значительно хуже. Сначала будет гражданская война, а потом, потом территорию разорвут. Думайте, население, пока не поздно. Но здравые силы уже есть, уже есть на территории. И говорят о свободной Башкирии, о свободной Татарии, о Ингрии. И якуты тоже начинают самосознание проявлять. На этой огромной территории, без хозяина, вообще без хозяина, потому что большинство регионов убыточные, а значит, хозяина нет, нужен хозяин в каждой, в каждом регионе. А кто является хозяином? Хозяином является тот народ, который живет на этой территории. А вы все отдали одному гуну. В руну. Пора вернуть. Время уже пришло. Ну, а вы нормальные люди. Подписывайтесь на мой канал. И главное, главное, делитесь видео. Чем больше вы поделились, тем больше людей посмотрят. Ось зла уже оформилась. Россия, Ирак, Северная Корея. Нужно не допустить Третью мировую войну и уничтожить зло на планете Земля. Как-то так. Всем добрым людям всего доброго. А не добрым, поумнеть нужно. Как-то так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...